Ну что ж, мы продолжаем дебаты на канале Россия 24. Еще раз напомню, мы сегодня предложили обсудить тему демографической политики и проблем миграции. Сейчас обсудим поподробнее программы уважаемых кандидатов. Сергей Николаевич, если позволите, вопрос как раз по программе, которая предполагает в том числе введение уголовной ответственности работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов. Сейчас, как мы знаем, административный кодекс этим заведует. То есть есть штрафы, есть даже запрет на деятельность до 90 дней. То есть этих мер недостаточно. Здесь есть две стороны одной медали. Потому что люди, приезжающие в Москву, приезжающие в Россию, они приезжают на заработки. Да, и нужно обеспечить честное отношение к их труду. Ведь когда их эксплуатируют как рабов, не гарантируя медицинского обслуживания, уплачивая гораздо меньше, чем жителям и гражданам России, кто-то должен за это отвечать. Государство создало ситуацию, когда выгодно уклоняться от налогов. И это один из способов уклонения. Набрать рабочих, поселить их в нечеловеческих условиях, чтобы они жили там, спали друг на друге. И после этого говорить, да мы тут ни при чем. Конечно, работодатель должен прежде всего здесь быть ответственен. И государственные чиновники. Но нам необходимо и покончить с поборами в федеральной службе миграционной. Потому что ведь, чтобы получить разрешение, что полиция, что ФМС, это ужасно коррумпированные структуры. И, конечно, я за то, чтобы мы обеспечивали работой, прежде всего, граждан нашей Российской Федерации. Вот тогда, когда у нас будет целенаправленная политика и выделение денег для приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока, там, где нужно переселять людей, обеспечивать им жизнь и работу, вот это будет стратегическая внутренняя региональная политика. А все остальное, значит, менять надо это государство. Потому что эта власть не способна понимать, что нам нужно защищать границы, и нам нужно защищать людей внутри этой границы. Евразийская интеграция должна быть реальностью, а не блефом. Участвуют они в едином экономическом пространстве. Не участвуют таможенные границы и границы в полном объеме. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Максим Леонардович, если тоже позволите, как раз уточнение такое. Павел Николаевич много и неоднократно говорит о том, что успешную практику его совхоза можно как раз перенести и использовать на всю страну, на всю Россию. При этом также Грудинин не делает секрета из того, что на предприятии работают и трудовые мигранты из Средней Азии. На общих условиях и на общих зарплатах, также подчеркиваю вот это. Но налог платят больше. Ну вот если посмотреть... И иностранные граждане платят больше налог. Хорошо. Если проанализировать весь экономический смысл той модели, которая сейчас сложилась, упирается в то, то, что приезжие как раз согласны на меньшую зарплату, поэтому их и привлекают. То есть вот эти меры, они в том числе и на то, чтобы сократить число мигрантов. Все? Можно? Да, можно. Две минуты вообще. Вы знаете, очень хороший вопрос. Спасибо. И на самом деле успешные предприятия, совхоз имени Ленина, вот Владимир Львович тоже там бывал неоднократно, собирал клубнику, помогал. И все знают прекрасно, что совхоз имени Ленина, Павла Грудинина и других людей, которые там работают, это тысяча людей, это на самом деле предприятие современное, социально ориентированное, где все люди получают нормальные, достойные зарплаты. Что касается трудовых мигрантов, мы почему-то все время говорим про Среднюю Азию, но это, между прочим, миллионы украинцев, молдаване, жители Закавказья. Это огромная масса людей, которые не только из Средней Азии к нам приезжают. Хотя в глаза, конечно, бросаются больше всего выходцы из Среднеазиатских республик. И могу сказать, что многие из них, а это миллионы, около двух с половиной миллионов, получили российское гражданство и тоже будут избирателями. И вы меня знаете, мою позицию? Вы знаете мою позицию, когда убили в Петербурге мальчика-таджика, и когда его отняли у матери, и когда бездушные сотрудники МВД просто выдали ей потом обратно трупик. Вы знаете, как унижали ваших братьев и сестер здесь? И вы знаете, что я всегда заступался за них, как и коммунисты всегда заступаются за тех, кого унижают и обижают. Поэтому знаете, за кого голосовать? Не за эту власть, которая поставила вас в положение людей второго сорта, а за ту власть народную, которая обеспечит союз между огромным русским народом и всеми, кто захочет честно жить с нами в одной стране. Конечно, проблемы русских не из-за мигрантов, а проблемы русских из-за того, что грабители, наглецы, коррупционеры, олигархи отняли у русского народа страну и потом натравливают на выходцев из Средней Азии. Это фашистская, позорная политика. Верните русскому народу Россию, верните русскому селу, землю, работу и возможность дышать. Поэтому без смены власти ничего не вернется. Верните русским Россию. Спасибо. Сергей Аркадьевич, тоже уточняющий вопрос. Борис Титов предлагал в том числе трудовую амнистию нелегальным мигрантам, чтобы, во-первых, вернуться в правовое поле вообще в этом вопросе, а во-вторых, помятуя о том, и Борис Титов также комментировал все это, мигранты заполняют рабочие места, которые оказались не заняты населением. И вот легализация нелегальных мигрантов, по мнению Титова, может создать и конкуренцию на этом рынке. Но это же не добавит в том числе и привлекательности, и финансовой в том числе, вот этой работе. Вопрос очень хороший. Вопрос, в общем-то, не в этом заключается. И в трудовых мигрантах дело. Трудовые мигранты приезжают туда, где действительно дешевая рабочая сила востребована. Вот посмотрите, в 2014 году дольщики обманутые стоят там с плакатами, да, верните нам квартиры. Когда упала цена на нефть, резко девальвировался рубль. Те кредиты, которые застройщики брали, они их не смогли вернуть и не смогли вообще их использовать дальше для строительства. Огромное количество компаний банкротилось, несмотря на то, что они используют труд мигрантов. Несмотря на то, что эти мигранты, можно правильно сказать, купить патент и работать здесь. Потому что низкоквалифицированный труд востребован. Наши не хотят интеллектуальные люди там работать. У нас интеллектуальные люди. Поэтому Борис Святов и говорит, что давайте создадим экономику внутри страны. Создадим рабочие места. Высококвалифицированные. Не будем зависеть от внешнего рынка. Не будем зависеть от того, от конъюнктуры, которая политически там может меняться. Напечатают доллар. Печатают с удовольствием. Село уничтожено просто. Село уничтожено. Правильно. Восстановим село. Он говорит, что нужно поддерживать не только агропромышленные комплексы, а поддерживать и сельского производителя, фермеры, сельское хозяйство развивать. Как монголы прошли какие-то. Нужно освободить инициативу миллионов людей. Правильно вы говорите. Нужно, чтобы человек реализовал основную свою задачу. Это продолжение рода. Для того, чтобы он его реализовал, без всякой помощи, он должен хорошо зарабатывать мужчинам, дать возможность женщине воспитывать детей до трех или до пяти лет сидеть. И не ехать куда-то, не бросив ее у себя в своем городе, ехать на заработки в Москву. Женщина не собака. Она сама тоже может зарабатывать. Правильно, может дать ей возможность это выбрать. Выбрать, дать возможность выбрать. И тогда, конечно, я об этом говорю, и тогда она может выбрать или с ребенком, потому что муж заработает достаточно денег, или с самой пойти работать, раз она активна. С тремя-пятью детьми. С тремя-пятью детьми, совершенно верно. И тогда и демография будет решена, и все вопросы будут решены. Вот что нужно, создавать экономику страны. Это главная наша задача. Для этого власть надо поменять. Власть главная. Это власть антинародная абсолютно. Спасибо. Ксения Анатольевна, если позволите, тоже вопросы из трудных шагов более сотни. Вы предлагаете отменить существующий в России список из 456 видов работ, запрещенных для женщин. Меня бы сейчас в Соединенных Штатах назвали бы шовинистом, но я прочитал список этих работ. Это очень тяжелый труд. Это опасный для здоровья труд, связанный с химическим производством, связанный... Не только. Я поясню. Вы задайте вопрос. Ну вот, опять же, на мой взгляд, это ограждение женщин вот от такого. Это на ваш взгляд, а на взгляд огромного количества феминистических организаций, женщин, которые приходили ко мне в штаб и попросили меня включить этот пункт, люди хотят работать там на железной дороге или управлять на сегодняшний момент очень тяжело получить допуск к каким-то профессиям, ну таким, как пожарник, например. Там огромное количество профессий. И я выступаю за свободу. Я считаю, что женщина сама должна решать, при том, что ее предупреждают, что это вредная профессия, идти ей работать водолазом или не идти. Что такого вредного в том, чтобы женщина была водолазом? Это запрещенная профессия сейчас в России. Я за свободу. Пусть женщина придет и решит, быть ей водолазом или нет. Ей должны пояснить, что эта профессия связана с риском, с какой-то тяжестью, там какая-то надбавка за это должна быть, как сейчас есть у мужчин. Но это ее решение. Так же, как не может Жириновский решать за женщину, рожать ей или нет. Право рожать ребенка, это право женщины. И никто не смеет это право у женщины отбирать. Вы выступили только что 5 минут назад за запрет аборта. Это слышали все. Это абсолютно антигуманно. Нельзя ничего запрещать. Нельзя запрещать. Надо разрешать. Надо делать свободную Россию. Надо делать... Хватит меня перебивать. Надо делать так, чтобы женщина сама выбирала себе профессию, выбирала для себя, рожать ей или не рожать. И не надо слушать тех, кто всегда в любой ситуации просто пытается что-то запретить. Не говоря о том, что какое вообще хамское и уничижительное бывает отношение к женщинам в нашей стране, когда женщин по-прежнему считают за людей второго сорта. Когда вот так хамят, оскорбляют в прямом эфире, как тот же человек из ЛДПР, Леонид Слуцкий, до сих пор не исключен из партии за свои грязные приставания к журналисткам. И к этому все относятся как к шутке. Это же очень смешно, что женщины в нашей стране продолжают унижать. Я не считаю, что это все. Дамы и господа, Владимир Вольфович, сейчас время товарища Суракина, Максима Александровича, ваши две минуты, Максим Александрович, пожалуйста. Про это комиссия разберется. И когда эти женщины заберут заявление, что вы тогда скажете? Разберется. Тогда что вы скажете? Когда они заберут заявление. Дайте мне капитализм покритиковать, который я ненавижу. Уважаемые товарищи, вот сколько бы не пытались апологеты капитализма лить грязь на советский период, но все прекрасно помнят, что с каждым годом советская власть боролась за улучшение жизни простого человека. Были тяжелые годы после гражданской войны. Но строили производство, решали вопросы. Тогда потом Сталин писал, что мы могли бы найти средства, которые изымали у церкви, которые добывали еще где-то. Купить еду, одежду, и не было бы там голодно и холодно, как в те годы. Но мы предпочли купить станки, купить технологии, создать производство, чтобы страна производила все необходимое для себя. Ставилась задача полного производственного цикла по всем направлениям. Мы единственная страна в мире, Советский Союз, которая производила все самолеты на территории Советского Союза, все комплектующие. Нас с помощью этого гнилого капитализма втянули в мировую экономику, в которой мы стали сырьевым придатком. И там отведена наша роль господами из Америки и Европы. Сколько бы здесь апологеты капитализма не говорили, что надо производить, уйти от нефтяной экономики, и так далее. Это все правильно. Это все лапша на уши. Абсолютно правильная вещь, но не реализуемая при этой зависимой от олигархата экономике. Потому что у них есть западные хозяева, которые им будут диктовать, через Центробанк будут диктовать, через международные торговые условия. Что нам делать? И так будет всегда, пока мы гнет капитал этого, не свергнем на выборах, придя 18-го числа. Потому что только социалистическая система, возврат собственности народа, нам даст возможность экономики вздохнуть. Мы возбудим уголовные дела по всем приватационным сделкам, арестуем все семьи. А если они проданы уже? Изымим в любом. Все отберем и отодим народу. Голосуйте за Максима Фройкина, единственного коммуниста. Владимир Вольфович, если позволит, 38-й пункт. Искоренить такое понятие, как брак по расчету, рождение ребенка, только по согласию обоих будущих родителей. Прокомментируйте, пожалуйста. Интересно. Это на случай Служского. Сейчас, когда я ехал сюда, сообщили, что собаки загрызли очередного жителя Подмосковья. То есть мы, я понимаю, на войне погибают люди. Понятно. Производственная травма. Понятно. Даже ДТП. И то можно понять. Но когда в год несколько сот человек собаки в нашей стране загрызают людей, и власть ничего не делает, молчит, это вот как бы проблема для нас. А можно ближе к вопросу? Поэтому брак, который мы о браке говорим, значит, Америка на 1 января 900-го года было около 70 миллионов. И у нас. Только за весь 20-й век Америка в 4 раза увеличила население. Мы в 2 раза. Где наши 150 миллионов еще? А с неродившимися детьми 200-300 миллионов. Где они? То есть 5 революций, 5 войн, 5 конституций, 5 денежных реформ. Такого количества политических событий не было нигде. Я уже говорил, что, значит, вот брак по любви, а детей нету. А лечение стоит 500 тысяч. Но давайте часть семейного капитала бросим на это. Таких у нас 6 миллионов. И часть людей, где есть деньги, конечно, платят. А остальные не могут. Поэтому надо и можно помогать. Но если день и ночь показывают фильмы про развод, про пьянку, про драки, про террор, каждый день умирают великие люди, я согласен. Но каждый день сообщают все каналы, каждый час умер, 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 умер. То жить не хочется людям. Это вызывает не только нежелание рожать, в брак не хотят вступать. А при чем здесь пункт про обоянную любовь? Брак уже сегодня как бы стал старым. Раньше 18 лет вступали. Сейчас под 30 лет. А рожают 35. Это, конечно, тяжело. Это уменьшает рождаемость. А про детей это правда, Владимир Владимирович? Да, про детей просто можно про детей рожденных любви в вашей программе. Сталин как решил проблему? Я сейчас когда-нибудь минуту, я буду орать, но еще одна минута. Мы никто не услышали ответ. В том числе и на то, чтобы услышать ответ. В том числе и на то, чтобы услышать ответ будет целая минута еще. Я говорю так, как я считаю нужно. Владимир Вольфович? Вы правы, абсолютно. Владимир Вольфович? Ну вот убирайте ее. Она же специально подсунута нашей вырву дебаты, чтобы показать. За Путины все. Ваше время, к сожалению, истекло. Владимир Вольфович? Владимир Вольфович? А что ведь она одна? Это вот больная, сумасшедшаяся? Владимир Вольфович? Что же, я оскорбляю тебя? давайте успокоимся. Давайте успокоимся. Геннадий, Геннадий. Давайте дадим слово Григорию Алексеевичу, у которого так же, как и у вас, есть время на то, чтобы рассказать избирателям о том, что значится в программе. Владимир Вольфович? Это черной бар? Владимир Вольфович? На что ж лук? На рискотеку? Владимир Вольфович, пожалуйста. Григорий Алексеевич, если позвольте, тоже пункт из вашей программы, касающийся как раз нелегальной миграции, если позволите. Я не знаю, что вы сказали еще раз. Пункт в вашей программе, да, читаю, касающийся нелегальной миграции. Создать условия для сокращения нелегальной миграции. Трудовой мигрант может рассчитывать на работу по найму в том случае, если соответствующие вакансии не заполняются гражданами принимающего государства. То есть нужна биржа труда, получается. Ее нет? Нет, потому что нет закона. Пожалуйста, ваше время. Ну, поскольку мое время прошло, поскольку мое время прошло, я хочу сказать вам на совсем другую тему, потом я отвечу. Сегодня умер Олег Табаков. Вот, я думаю, что я от всех, он все-таки великий актер, который, например, меня сопровождал всю мою жизнь. Вот. И это очень грустное, тяжелое событие. Вечная память. Вечная память. Поддержу. Теперь ответ на ваш вопрос. Значит, я подготовил закон о статусе и правах мигрантов. Суть этого закона заключается в том, что труд мигрантов не должен быть бесплатным. То есть не должен быть оплачиваем мизерным образом. Тогда это обстоятельство будет благотворно влиять на число мигрантов, которые приглашают на работу. Потому что это ведет, с одной стороны, к падению производительности труда. По-настоящему. Во-вторых, это плодит огромную, огромную базу для преступности. В-третьих, это плодит ужасную антисанитарию. И в этом законе есть важнейшее положение о медицинской страховке. То есть смысл заключается в том, что тот, кто приглашает к себе на работу мигрантов, должен понимать, что они живут в нашей стране, они просто на него работают. И поэтому это должно быть для него дорого. И он должен платить налоги с тех мигрантов, чтобы для них решались вопросы и медицины, и жилья, и социального обслуживания, и всего прочего. Тогда будет первый шаг к решению проблемы засилия мигрантов и неправильного использования. И кроме того, принципиальный вопрос. Россия не должна быть страной с рабским трудом. Ни при каких обстоятельствах. Главной причиной, почему сегодня этого ничего нельзя сделать, это коррупция. Она гигантская. Спасибо. Сейчас еще есть у каждого из вас по минуте времени на то, чтобы подвести итоги, сделать короткое резюме. Сергей Николаевич, пожалуйста, ваш минуту. Уважаемые избиратели, вы видите сегодня очень странную избирательную кампанию, потому что, пожалуй, я могу категорически сказать, что лишь мы с Григорием Алексеевичем Явлинским представляем некие политические позиции, принципы, которые для нас незыблемы на протяжении всего присутствия нашей в политике. Да, он либерал, я уважаю его взгляды. Да, я русский консерватор-националист. Все остальное из всех восьми кандидатов, восьми, а не только семи присутствующих здесь, это люди, которые колебались вместе с генеральной линией партии, вместе с изменяющимися ситуациями. К сожалению, ведь вот человек, который я очень уважаю, Максим Шевченко, это Максим Шевченко, а не кандидат, которого он представляет, потому что его взгляды для нас неизвестны. И почему он не хочет сам отвечать на вопрос, это Бог его знает. Максим Леонардович, Ваши минуты. Дорогие друзья, Павел Николаевич исполняет свои должностные обязанности, он встречается с людьми, он приходит на заводы, в колхозы, и сейчас вы знаете, где он находится. Он там, где люди. Здесь нахожусь я, здесь нет Путина, здесь есть достойные люди, которыми я могу спорить, которых я уважаю. Заметьте, мы все сегодня говорим об одном, ну, почти все, мы свидетельствуем тяжелейшую ситуацию в стране, почти трагическую ситуацию в стране. И все, независимо от нашего взгляда, говорят, власть не справляется с существующей ситуацией, власть ведет страну в бездну, власть надо менять. И мы говорим о том, что мы готовы к широкой демократической коалиции по спасению России. Более того, КПРФ, НПСР уже создали такую коалицию, левые и национально-патриотические силы выдавали кандидата Павла Грудинина, он будет президентом России. Гласуйте за Грудинина. Спасибо. Сергей Аркадьевич. Уважаемые избиратели, соглашусь с Максимом, что действительно мы тут можем спорить, говорить о разном, но мы все думаем о том, как создать экономику в стране, как повысить уровень и качество жизни всех наших людей. Григорий Алексеевич выступает, у него там пункты все есть, как нужно сделать. Все это, конечно, возможно. Товарищ Суракин будет в коммунизме скоро, когда роботизация и автоматизация будут полные. Вы успеете, я не доживу, вы точно доживете. Все, кто мы здесь говорим об этом, все, которые говорим об этом, мы все думаем о нашей стране, мы все заботимся, вы все и наши избиратели будут иметь то, о чем вы говорите. Если мы реализуем стратегию роста, если мы разовьем экономику нашей страны, у нас все остальное есть. Природный ресурс огромный, людей достаточно, умных, образованных. Давайте реализуем все вместе, обратимся к нашим избирателям. Все коалиции поддержим не детого, а стратегию роста. Проголосуем за номер семь, за стратегию роста. Спасибо. Ксения Анатольевна, пожалуйста, ваш минут. Дорогие друзья, очень много правильных слов здесь прозвучало, но вот в одном с Максимом Шевченко я вынуждена не согласиться. Конечно же, Грудинин не станет президентом и не надо, чтобы он вас обманывал. Президентом станет один человек. 18 марта президент Российской Федерации назначит президента Российской Федерации. Точка. Но наша задача сделать так, чтобы вы пришли на участки и показали, за что на самом деле вы голосуете и во что вы верите. Вот сейчас осталось буквально 4 часа до того, как вы можете на госуслугах поменять то место, где вы придете и вам будет удобно проголосовать. Сделайте это, зарегистрируйтесь, придите, покажите, что вы против всех, покажите, что вы против этой власти. Сделайте так, чтобы ваш голос не украли, потому что если вы не придете, то все ваши голоса так или иначе пойдут в пользу одного кандидата, Владимира Путина. Поэтому, пожалуйста, вот еще есть буквально 3 часа. Зарегистрируйтесь, госуслуги, заходите, придите, скажите ваше мнение этой власти. спасибо. Товарищ Сурайкин, пожалуйста, ваш минуту. Спасибо. Дорогие товарищи, дорогие избиратели, сегодня много мы спорили об экономике, но я еще раз повторюсь, только социалистический базис позволит решать эффективно социальные проблемы. Только при социализме мы построим самодостаточную экономику. Ведь что делал Сталин, когда выстраивал экономику? Он ставил задачу, чтобы по всем направлениям страна имела производство, обеспечивающее любое потребление, как военное, так и личное. И поэтому после войны снижались цены на продукты, планово, и без дотации, а за счет эффективности производства. Поэтому в итоге Советский Союз занял 20% рынка всего мира. А что мы сейчас? Сейчас, когда производство хаотично создаются, кому они будут продавать товар? Либо зарубежный товар его будет вытеснять. Закрытые международные рынки. Поэтому только вернув, что мы украли у народа, олигархи, которые украли у народа, должны это все вернуть. Мы на эти деньги построим новую экономику. Социалистическую. За Максима Турайкина, единственного коммуникатора. Владимир Вольфович, пожалуйста, ваш минут. Глава государства это не огород. Чеснок, лук, морковь. Это не мелкие какие-то вопросы, связанные там, не знаю, даже с детским садом. Это вопросы безопасности. В интервью Путин сказал, что во время открытия зимней Олимпиады в Сочи поступила информация, что самолет Киев-Стамбул развернули, захватили, направили в сторону Сочи. Он дал приказ сбить. Но потом ситуация изменилась. Самолет ушел по другому направлению. Вот президент должен иметь такую силу воли, что, может быть, пожертвовать сто пассажиров, но спасти тысячи, которые собрались на открытие Олимпийских игр. Вот стоящих здесь только я способен дать такой приказ. А я показал, что вы пусть на протокондируете. Защитить страну. Нет, не надо примазываться. Способны убить людей? Да. Обязательно. Президент должен спасти большинство. И уничтожить террористов. В том числе, сбив... И так не раз делали прибрежными. Так делали американцы. Во всем мире так делают. Мы так с Боремом уже сделали. Поэтому выбор у вас есть. Или за девочек с улицы, или за сильного президента. Это общемировая практика, конечно. Спасибо. Григорий Алексеевич... Я о вас не говорю. Минута... Извините. Дамы и господа, минута Явлинского. Владимир Вольфович, у нас очень мало времени. Владимир Вольфович, у нас очень мало времени осталось. Григорий Алексеевич, больше никто себя так по-хамски здесь не видит. Владимир Вольфович, Владимир Вольфович, у нас нет уже времени. Не оскорбляйте. Не оскорбляйте. Не оскорбляйте. Не оскорбляйте. Не оскорбляйте. Владимир Вольфович, Григорий Алексеевич, пожалуйста, ваша минута. До предела спокойной. Душ сожжается. Дорогие друзья, ну, вы слышали всех. Ну, похоже, диагноз ясен. Значит, вопрос в том, что 18-го числа можно сделать первый шаг по выходу из этого тяжелого, многообещающего трудностей положения. А это значит что? Это значит, нельзя голосовать против. Надо выбрать, за что вы голосуете. Никогда не надо голосовать против. Это бессмыслица. Надо заголосовать. Вот какая вам программа ближе. Вот кто из претендентов вам ближе. Почему это так важно? Потому что, если десятки миллионов людей проголосуют за мою, например, программу, власть будет слушать, и будет исправлять, и будет менять свой курс, и будет меняться ситуация в стране. Это не бессмыслица. Спасибо, уважаемые участники. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в то же время.